Это самый древний храм на Пхукете. Храм называется Ват Чалонг. Тут даже покоятся мощи Будды. Здесь мощи Будды на третьем этаже. В 1836 году комплекс был полностью перестроен, отреставрирован. Красиво. Храм Ват Чалонг находится в одноименном районе, является одним из известнейших на Пхукете. Поток туристов и паломников здесь не скончаем. Вот он сзади меняет здание, где на третьем этаже частицы ключицы Будды, которые из Шри-Ланки подарили предыдущему королю Таиланда, который правил 8 лет. Храм состоит из многочисленных религиозных и жилых сооружений, отличающихся друг от друга по архитектуре, но не уступающих друг другу в красоте. О точной дате основания до сих пор ведутся споры. Однако большинство историков сходятся на мысли, что это 1837 год. В 1846 году храм получил королевский статус. Друзья, надеемся вам понравилось наше красивое видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте подписываться на наш канал, жмите на колокольчик, впереди вас ждет очень много интересного. Для каждого дня недели, кто родился, понедельник, вторник, среда и так далее, своя статуя Будды. Вот эта статуя для тех, кто родился в субботу. Голова Будды накрыта коброй. И он сидит на кобре. А вот эти статуи с поднятой рукой для тех, кто родился в понедельник. Это и вот это. И вот в понедельник их мама родила. Буддизм является довольно-таки лояльной религией, поэтому для допуска к святыням не обязательно исповедовать буддизм. Однако стоит благодарно и уважительно относиться к возможности прикоснуться к религиозной жизни буддистов. Необходимо снимать обувь там, где это делают все, а также производить фотосъемку с позволением молящихся и монахов. На территории храма есть святыня, к которой стремятся попасть многие буддисты. Находится она в специально построенном религиозном сооружении под названием Хра-Махатхат. Представляет оно собой многоярусную постройку, изобилующую многочисленными статуями Будды. Каждый Будда олицетворяет соответствующий день недели. По буддистским традициям, человек, знающий день недели, когда он родился, может принести подношение соответствующему Будде и загадать желание. Вот мы сейчас находимся именно в этом сооружении. Именно здесь собраны все Будды по дням-неделям. И на третьем этаже находится святыня, к которой мы подойдем, покажем вам. Это мощи Будды, частицы его ключицы. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и пошли мы к мощам Будды на третий этаж, где они хранятся. Субтитры создавал DimaTorzok В этом сакральном месте можно преклониться пред мощами и загадать желание, Лучше всего загадывать на здоровье, что мы сейчас с удовольствием и сделаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот в этом сакричном шаре частица Мащей Будды. Все это уникально. Частица Мащей Будды, которая хранится на мраморном постаменте, прибыла на Пхукет благодаря щедрому дару правителя Шри-Ланки в честь дня рождения короля Таиланда в 1999 году. Ну вот мы и поднялись на вершину храма Махатхат и хотим вам показать потрясающий вид на храмовые постройки Ватча Лонга. Давайте вместе посмотрим и насладимся этим удивительным зрелищем. Это крематорий, еще на самом деле действующий. Субтитры создавал DimaTorzok Там на горе Пик Будды Куда мы ездили в первый храм. Самый молодой. Вообще, если попытаться выделить наиболее красивый храм буддистский в Таиланде, то это без сомнения Ватча Лонг, который вы видите сейчас на нашем видео. Все без исключения путешественники, которым уже посчастливилось побывать в Таиланде, знают, что Пукет, бывший не так давно обычной рыбарской деревушкой, в настоящий момент считается наиболее привлекательным местом для туристов. Местом, где царит атмосфера вечного праздника, где веселье и шум ликующей толпы не утихают ни на минуту. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья мои, за мной в этой стеклянной колбе частица ключицы Будды. Это одна из святынь самых главных в буддизме. Однако Пхукет известен на весь мир не только благодаря своей развитой инфраструктуре туризма, жемчугу и латексу. Остров привлекает внимание и людей, желающих больше узнать о культуре королевства, его загадках и, конечно же, религии. Храм Ват-Чалонг во многих туристических проспектах описан как самая главная достопримечательность острова, памятник истории и архитектуры, в котором можно узнать свое будущее. Гуляя по храму, периодически все слышат какие-то взрывы. Это взрываются петарды. Вообще в Таиланде взрывы петард это очень частое явление. И все спрашивают тайцев, а вообще что происходит? Один из первых поводов для подобного любопытства это естественно регулярно доносящийся со всех сторон звук взрывающихся петард. В тайских поселках и деревнях канонаду можно услышать в любое время суток, хоть ранним утром, хоть глубокой ночью. А в крупных храмах, например, вот в этом храме Ват-Чалонге, петарды взрывают в массивных глиняных конструкциях, напоминающих печи тандыр, которые усиливают шумовой эффект. Приобрести же боеприпасы можно в любом магазине сети СуперЧип. С точки зрения тайских мерчендайзеров, хлопушки являются таким же предметом первой необходимости, как соль и рис. Остается понять только одно – зачем? В поисках ответа на этот вопрос, прежде всего, приходит на ум поинтересоваться у местных жителей. Но практика показывает, что исчерпывающие, а главное, одинаковые ответы в данном случае получить довольно сложно. Кто-то говорит, что громкие звуки отпугивают духов, другие уверены, что петарды привлекают богатство и помогают достичь благополучия. И сходятся все только в одном – эта традиция пришла в Таиланд из Китая. Храм Ват Чалонг находится почти в 10 километрах от главного города-острова Пухеттауна. Он постоянно привлекает своим внешним видом и роскошным внутренним убранством гостей королевства. Его полное название на тайском языке – Ват Чая Тарарарм. По мнению архитекторов и обычных туристов, именно этот храм считается самым красивым и самым богатым на острове. При этом следует учесть, что конкуренцию ему составляют еще 30 буддистских святилищ и монастырей. Красавец храм. На территории комплекса для паломников свои двери открывает еще один дворец. Это здание называется Вихара. В стенах которой расположены статуи трех самых известных монахов, славящиеся при своей жизни способностями к свидетельству. Молящиеся приклеивают к статуям кусочки сусального золота, а расположение кусочков на частях тела монахов должно совпадать с больной частью тела человека, о котором молятся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Красота. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну так, храм Субтитры сделал DimaTorzok Вот в такой печи монахи и взрывают свои петарды Вот это крематорий с другой Субтитры сделал DimaTorzok